Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я пришла прорыхлить свою рассаду, самую-самую, которую для ранних урожаев. И хочу рассказать вам, какой уход требуется вот таким маленьким сеянцам. Большую потом рассаду, когда ей будет месяц, например, или полтора, там уже она сама выживет. А вот сейчас, когда они совсем-совсем маленькие, слабенькие, нам нужно за ними немного поухаживать и поддержать их. Что делаю я? Вот лотки я вынесла сегодня для того, чтобы прорыхлить. Три дня назад я их распикировала, полила под корень, общего полива не было. И теперь я не буду поливать целую неделю, но рыхлить грунт я буду. Я всегда после пикировки, через 3-4 дня, начинаю рыхление междурядей. Вот такое нежненькое-нежненькое рыхление, взрыхливание, для того, чтобы обеспечить доступ воздуха. Вот эту вот рыхлилку я сделала сама из шампура. Шампур изогнула, он у меня уже третий в жизни. Они, конечно, летом теряются. Я летом между ряде маленьких сеянцев морковки им же рыхлю, рыхли-рыхли. Сейчас покажу зачем. Вот это вот уже готовые прорыхленные. Сейчас мы сюда переместимся на тот лоток, где рыхления еще не было. И вы увидите, что рыхление действительно необходимо. Хотя я говорила вам, что я сплошного полива не делала. Я лила только под корень, вот по бороздкам. Но все равно вода, когда подсыхает, вот после этого полива, она начинает вот как образовываться корочка и даже трещинки. Вот видите вот эти трещины. И вот эти междурядья я начинаю осторожно-осторожно рыхлить, потому что доступ воздуха к корневой системе, к системе вот на таких ранних сроках, это очень важно. Если корневая система не будет у вас нормально развиваться у вашей рассады, то рассада затормозит. Многие как говорят, вот я распекировала, она стоит в одной паре, или даже когда не распекировала, стоит в одной паре и все. Корневая система, если не будет получать достаточное количество воздуха, рассада замерзнет в одной стадии и будет так стоять. Полива у меня не будет сейчас долго, потому что сейчас прохладно, ну не тот период, когда сильно высыхают лотки, но рыхлить я буду. Я вот прорыхлила и после этого делаю питательное опрыскивание. Так как поливать мне нельзя во избежание черной ножки, я их раз в неделю буду сбрызгивать. Сейчас я настрою, как хорошо сбрызгивать мелким-мелким-мелким-мелким капельками. Так, сейчас передвинемся сюда. Ой, извиняюсь, я одна работаю, мне неудобно. Вот так, вот так сейчас мы их все посевы я сбрызгиваю. Сейчас я расскажу, зачем я это делаю. Вот я сейчас сбрызнула питательным раствором, вот, HB101, на котором написано, у меня специально про него снято видео, стимулятор роста и активатор иммунной системы. Вот этим сбрызгиванием еженедельным мы будем повышать иммунитет наших маленьких растюшек. Вот они сейчас для них некомфортные условия. Во-первых, мы повышаем иммунитет, во-вторых, мы повышаем немножко влажность, потому что, находясь в наших квартирах, растения в той или иной степени, более или менее, но все равно испытывают стресс. Это не, как сказать, некомфортные для них условия. У нас влажность воздуха намного ниже, чем нужна растениям. То есть в наших квартирах или в домах сухой воздух для растений. Они могут испытывать стресс от этого. У них даже, если будет земля влажная, а воздух сухой, это им плохо. Вот именно для этого раз в неделю я делаю опрыскивание. Опрыскивание не надо совмещать с поливом. Сейчас объясню, почему. У меня вот если в воскресенье будет поливочный день, то среда или четверг будет день опрыскиваний. Потому что поливочный день, когда идет, если мы опрыскаем, спрыснем, потом начнем поливать, то все, что мы опрыснули, оно смоется. А нужно, чтобы вот это вот, видите, вот эти капельки, они как можно дольше находились на листьях. Это будет как и вне корневая подкормка, немножко питания. Опрыскивать можно хоть чем. Эпин и копинофектон. Вот все. Вот этот короткий видеоролик я показала именно в процессе работы. Мне долго рассказывать некогда. Как я ухаживаю за растениями на самых-самых первых днях, неделях. Им еще даже месяца нет. Прорыхлила землю, спрыснула. Все, я их опять сейчас унесу на стеллаж. Неделю я буду знать, что они чувствуют себя хорошо. Вот после пикирования, после пикировки, все у меня выжили. Ни одного нет погибшего растения. Им, конечно, сейчас немного, я же повредила их, не корневую систему, растрепушила их, растревожила. Сейчас они немножко в состоянии стресса побудут неделю. Потом восстановятся вот эти маленькие, возобновятся корешки. Корневая система усилится, и они быстро пойдут в рост. Вот сейчас верхняя надземная часть у них в одной паре. Листья не нарастают. Это время у них, время отдыха, время восстановления корневой системы. Мы должны в этот период их обязательно поддерживать. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Чем проводить опрыскивание, какие лучше использовать препараты для подкормки, а какие для вот таких листовых опрыскиваний, я вам расскажу в отдельном видео. Продолжение следует...